Привет! У нас урок живописи и мы с вами будем рисовать всякие вкусности на этой неделе. Сейчас у нас будет кекс, кексик шоколадный, очень вкусный, с безе. Давайте-ка я вот так чуть-чуть настрою, чтобы вам было видно. Нижняя часть у меня кексовая, потом у меня будет безе, вот эта вот часть, она такая пышненькая. Раз-раз, так, и верхние еще два слоя будут у меня безе с шоколадной такой присыпочкой какао. И наверху у меня будут две, давайте две тут будут клубничины, большие, да, и листочек мяты. Ох, как же это будет красиво! И здесь у нас листочек мяты, и здесь тоже листочек мяты. Ну, вот-вот, где-то вот так вот. Нет, наверное, клубничину эту я чуть-чуть поменьше сделаю, душе пожадничала. Сейчас. Вот так вот она будет за. Теперь смотрите, какая история. Любой рисунок, скетч, вот такой вот, когда мы рисуем еду, его лучше всего обвести, обвести таким линером, причем вот прям не бояться. Вот это у нас пористая часть, я ее пористые делаю. Здесь у нас кексовая часть, я ее вот так обвожу. Рисунок простой, не бойтесь. Я тоже его никогда раньше не рисовала, вот сейчас с вами первый раз. Вот здесь у нас, чтобы подчеркнуть вот эту вот гофрированную фактурочку, я вот так вот прогнула ее, да? Теперь вот здесь у меня идет вот это вот безе, которое у меня подсушено в духовке, причем я его сразу делаю таким пористым. Сразу отмечаю вот эти вот порочки. Потом я их выделю, ну не переживайте. Так, и вот эта вот часть, видно, уже вырисовывается у нас картиночка. Так, а вот эти вот будут белые, они тоже неровные, не мягенькие, вот прелесть в том, чтобы они были такими мягкими. Так, и я, смотрите, вот чтобы было видно, я сейчас сделаю вот эту часть. Я ее даже вот так прогну хорошенечко. Так, а теперь вот эту, она у меня аж туда пойдет. Вот так будет правильно. Ах, какая красотень! А теперь уже сюда придулю мою клубничечку. Ах, какая она! Сразу делаем в ней. Может быть, малинка, может быть. Давайте-ка мы голубичку одну тут прицепим. Ох, она красиво всегда выглядит так. Так. И вот здесь еще одна клубничечка, она у меня целенькая. Я вот эти штуки не забором расставляю, а как бы в шахматном порядке стараюсь. Здесь у меня хвостик клубничечный. И вот тут вот дальше у меня будут мятные листочки. Я их не сильно прорисовываю, но все равно они тут должны выглядеть как-то. Все, готов. Эскиз готов. Приступаем к раскрашиванию. Поставьте свою чашку чая подальше, потому что обязательно помойте кисточку в чай. Это уже проверенный такой вариант. Начну я, пожалуй, вот сразу с голубики. Я беру синий цвет и просто закрываю ее синим. Потом беру второй синий цвет. Какой-нибудь поглубже, плотнее и закрываю еще больше. Так. Она такая всегда немножко вот как восковая, поэтому блечок оставляю и хорошо. Теперь возьму мяту. Знаете, даже вот цвет был, да, одно время мятный цвет. На самом деле это вот этот вот изумрудная зелень. Тоже я сейчас намечу, а потом буду докрашивать хорошо. Я беру вначале, давайте сюда поближе поставлю. Вначале я взяла изумрудную зелень, а теперь просто травяную на края. Так я оставляю мохнатство мяты. И вместе с тем получается живое. Так, здесь у меня кусочки зеленой клубники. Все готово. Теперь клубника разбираемся. Пойдем снизу вверх. Смотрите, клубника, она такая, вот в самых ярких местах она алая. Я обвожу несколько вот этих точек, чтобы придать им выпуклость. Видно вам? Вот я их прям вот так вот и оставила, да? А теперь смотрите, беру чуть темнее цвет и еще разок обвожу. Так. И снизу сделаю прям хорошо такой темный. Готово. Почему темнее, чтобы она была объемная? Нам нужно показать объем, поэтому мы сюда немножко добавляем темненького. Готово. А вот это у меня будет тоже на свету. Сейчас надо, чтобы край кисточки был тоненький. Я вот беру свою любимую кисточку. Здесь тонкий кончик. Синтетика обыкновенная. Так. И опять сверху алая, а тут прям беру такое бордовенькое. Давайте вот просто получите удовольствие, ладно? Когда чуть подсохнет, я добавлю, или сейчас попробую добавить желтенькие вот эти вот семечки. Они такие не совсем желтенькие. Они такие желтые, немножко сохрые. Вот посредине, если у вас получится, не цепляя верхушки. Так. У меня получилось. Готово. Гляньте. Ну, клубника прям светится, да? Вот эту вот хочу закрасить часть, потому что она у меня уже не так должна светиться. Все, верхушку сделали. По-моему, прекрасно. Теперь делаем вот эту вот воздушную часть. Мы ее сделаем белой, но немножечко-немножечко. Я попробую добавить в нее кремовости. Чуть-чуть. Вот буквально на грамм коричневатого такого. Сейчас покажу. Вот он. Оно видно? Вот я беру чуть коричневого и вот сюда вот. И там, где у меня под клубникой, я это выделяю. Раз. Потом сюда насыплю шоколадной крошечки. И вот здесь вот на донышке. Так. Ох, красавчик. Теперь опять я вот эту часть закрываю водичкой. И сразу. По-моему, уже вот вкусно выглядит это все. Нам надо чуть-чуть с вами подождать, чтобы потом засыпать шоколадной крошкой. Еще такой момент. Вот если у вас рисунок этот светлый, то нужно обязательно вытирать вот эти все линии, которые опорные. Теперь, смотрите, беру коричневый. Давайте сейчас покажу вот такой вот. И вот эта часть, она у меня такая коричневатая, пористая. Поэтому я вот сразу оставляю вот эти вот порочки. Я их делаю так в разброс. Можно взять просто тоненькую кисточку. И сюда же добавляю сразу более темный вниз. По-моему, шикардос. Если бы мне сейчас кто-то предложил такое, я бы с удовольствием согласилась. Так, и теперь беру прям темный хороший, такой коричневый, сочный. И вот эти вот части тоже добавляю прям темненького. Так. Какое у вас задание прекрасное, правда? Нарисовать десертик. Пирожное. Так. Когда это все станет, я закрою еще немножко. Или сейчас, если получится, такую прям полусухую кисточку. Я разверну опять. И возьму самую светлую охру. И вот эти части кое-где сделаю охристыми. Так, ничего ли я не забыла? Вот здесь мне хочется чуть больше тени. Вот здесь. Вот здесь. Такое прям, да, карамельное. У меня пусть будет эта тенюшечка. Угу. Подпекли мы, да? Все. Теперь вот эту нижнюю часть шоколадную делаем красивую. Беру цвет шоколадный. Сразу голову не морочим. И вот это тоже важно. Движениями вот такими вниз. Да? Вот все движения, так как у нас этот кексик выглядит, вот так я его и рисую. Здесь тоже есть нюансы. Чтобы он выглядел настоящим, мне нужно будет еще сверху все это прочистить. Темным шоколадным цветом, да? Какой-то. Вот такой вот прям. И я по этим же помоточкам. Видите, у меня впитался коричневый и чуть-чуть посветлел. Поэтому мне нужно еще добавить. И еще. Я с одних и с других красок беру коричневый и жду, что он у меня будет такой еще темнее. И еще вот так вот прорисовываю вот эти вот части. С нами сегодня итальянские мелодии. Мне кажется, очень подходят под тему десертов. Нам нужно, смотрите, если у нас отсюда вот так вот светит свет, да, на клубнике он падает, то вот здесь у нас тоже он будет этот свет как-то попадать. И вот эти вот части надо обязательно вместе их стулить, чтобы у нас-то была цельная, да? Беру. Так. Собственно, можно даже сказать, что и готово. Ну, мы же приличные с вами художники, поэтому нам нужно будет с вами немножечко вот такой вот. Я помыла кисточку, и то, что у меня на кисточке осталось, я сделаю вот такой вот тенью. Вот здесь добавлю. Можем поставить это на стол, но я не хочу. Хочу, чтобы были вот такие вот просто зарисовочки у нас. И теперь мы притрусим все это шоколадом. Можно, конечно, ну, вот таким вот способом. Можно... Сейчас. А нужно вот таким вот потрусить прям. Так. Это просто шоколадик, поэтому можно ему и уделить немножечко внимания. Я с самой тоненькой кисточкой. Мы можем обрызнуть, но мы тогда можем испортить вот все наше вот это вот. И сейчас шоколад наш немножко при застынет. Я вернусь к листочкам теперь вот на этой нижней части. Смотрите. Смотрите. Нам же приятно, когда нам подают хорошо посыпанный шоколадиком. Правильно? Кексик. Поэтому мы не будем жадничать для себя. Мы посыпем красиво. Я вот надеюсь, что вы видите то же, что и я, потому что мне вот очень нравится такое все. Очень аппетитное. Несколько вот так вот ниже пущу. Да? Так. И знаете что? Еще и вокруг мы посыпем вот так вот шоколадиком. Тоненько, тоненько. Как будто тот, кто посыпал и подал нам тарелочку, он вот так вот еще сверху немножечко рассыпал. Сыпем. Музыка. Музыка. Добавляю мятного в мяту. Не сильно, просто чтобы вот чуть-чуть-чуть выделить вот эту вот, да, просто же там сделали уже красивенько, да. Так. Когда уже первый слой лежит, второй более такой сочный, яркий получается, поэтому всегда хорошо вот так вот чуть-чуть его обновить. И тоже я буквально вот несколько штрихов добавлю в мою клубничину. Возьму алый бордовый. И клубничка у меня тоже заблестит. Прекрасно. Ну, мне нравится, я надеюсь, что вам тоже. Не забываем блик поставить, да, клубничечка у нас ввести. Тут все ввести. Все, готово. Можно подписывать. Можно еще что-то закончить, если прям хочется вам что-то. Это вот, знаете, уже когда надо заканчивать, так кажется, а вот тут чуть-чуть-чуть. Все, готово. Я подписываю клубничным цветом. Я желаю вам самого чудесного дня. Пусть у вас сегодня все будет хорошо. Показываю до конца работу. Все, всего вам доброго. Пока.